Субтитры сделал DimaTorzok Да я просто расскажу этот рецепт простого зелья Что значит простое зелье? На том сраном зелье уже сидит пол сервера? И это только те, кто знают тайный рецепт, который был найден в пещере древних ситков, что осталили записки ночью, прочитанные на мейн вики Да ну чувак, ты сраный наркоман, отдолбленный коксом вместе с жебаром из-за 4, отойди от меня Да ты даже не представляешь, что будет с серверами, которые узнают рецепт этого пива Да ладно, что там может произойти, дай я лучше дальше продолжу рассказывать людям Нет, ты не пройдешь Окей Это безумие Безумие Так, ну что, продолжим, а то я не знаю, откуда он вообще появился Ну как бы это не зелье, но это не пиво Ну в общем-то для того, чтобы его сделать, вам понадобится Индастриал Крафт Да, желательно два, потому что, не знаю, еще кто-то есть, кто на первых Индастриалах играет Вот, в чем же его суть? Оно дает вот такие эффекты, что вас сейчас башню просто смесет Давайте-давайте, готовьтесь До количества ресурсов, до количества время, которое вам придется потратить на него Очень большое, и просто назвать это пивом как-то не солидно, что ли Поэтому я бы лучше все-таки называл это зелем Во-первых, вам понадобится, как для пива, бочонок Но для начала вам понадобятся строительные леса Потом вы сделаете бочонок именно вот по такому рецепту А мы его просто сейчас достанем из креатива И поставим, например, его вот сюда Вот тут наша будет пивная, 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 пивная лаборатория А также мы поставим их штуки три Для того, чтобы количество было, качество Не пригодило, или проходило Поставим даже пять И теперь перейдем уже к тому, что же нам понадобится Во-первых, нам понадобится 32 хмеля Вы скажете, хмель? Что это за херня? Первый раз слышу В Майнкрафте, что ли, реально? Да, хмель есть в Индастриалкрафте И его вывести не очень-таки легко, но не очень-таки сложно В принципе, как и вывести любой другой растение Во-вторых, вам понадобится пшеница Пшеница находится у нас вот здесь, а у вас находится, наверное, в сундуке Мы ее сейчас сделаем, и нам понадобится целых 8 штук После этого вам понадобится еще один ингредиент Это вода Ну, как же без воды? Вот, вода именно в вот таких вот капсулах Мы это все сейчас убираем А капсулы доводим до количества 20 штук Потому что именно 20 штук нами понадобится После того, как вы уже все это сделали Вы скажете, да ты рехнулся, что ли? Сколько ресурсов? Ну ладно, впихаем Во-первых, вам понадобится впихнуть 32 хмеля Потом 8 пшеницы, а потом воду 20 штук Все, после этого вы засекаете время Желательно поставить табличку, например, вот на вот этот вот На что же это? Что же такое? Бочонок, конечно же бочонок Где же эта табличка? Для того, чтобы знать, когда вы его поставили И когда вам придется его вынимать Или же когда оно все-таки придет в пригодность И вы сможете его использовать Ну, в общем-то, табличка вот Вы там можете прямо шифт нажать, поставить И написать там, типа Ставь лайк, че? Ну, он не пишет, ставь лайк Потому что это Нет, это раз После этого вам надо будет ждать 24 часа 24 часа Я советую вам поставить возле этих вот бочоночков Вам поставить такую штуку, как Чанклоудер Чанклоудер, он из мода В общем-то, мод должен быть на сервере Мод должен быть на сервере Для того, чтобы все-таки вам намного быстрее было это сделать Ну, либо же вам придется нанимать рабов Своих друзей И чтобы они сидели за своим компьютером день и ночь Возле ваших бочонков Чтобы Чанк прогружался И время считалось как заигровое Что оно пройдет реально После всего этого После 24 часов Вы уже сможете принять ваше Долгожданное зелье пива Вот как-то так Ну и вот они, наконец-то, посмотрите Посмотрите, я наконец-то его доделал Так вот Это у нас пиво по рецепту, который я вам рассказывал в видео А вот этот рецепт, он намного круче Но, в принципе, и он намного более затратный по ресурсам И, в принципе, он не намного улучшает это зелье По эффектам оно не улучшается Но зато просто улучшается длительность действия этих эффектов Где-то на полторы-две минуты А этот рецепт даже не рассматривайте Потому что у него офигенность такая же самая, как и у этого Но зато он тратит побольше ресурсов Так вот, вот сейчас мы наберем Где-то, наверное, отсюда, я думаю, что это будет Драгон Да, вот такое вот пиво у нас получается Может быть, у вас на серверах будет получаться просто зеро без текстуры Ну, в принципе, эффекты одни и те же самые Так вот Также хочу сказать то, что в версии 1.6.4 и выше Те, которые экспериментал и не только экспериментал Это пиво немножко понерфили Ну как понерфили? Порезали его очень круто Потому что раньше где-то для того, чтобы убить полный квант Надо было 20-25 ударов на намечом Ну а сейчас, судя по тестам, которые мы проводили И сейчас покажем В общем-то Нужно где-то около 90 ударов А то и 95 Для того, чтобы прибить квант Но все равно это до сих пор эффективнее И вы сейчас узнаете, насколько И вы, наверное, поразитесь Выпиваем все это пиво В 8 кружек Как мы не забываем, что именно такое количество нужно И потом заедаем все это земляным наростом Да, наверное, очень вкусно, но не факт Хрен знает, в общем, что там есть Но самое главное то, что оно убирает все негативные эффекты Но зато оставляет позитив Вот что самое крутое в этом земляном наросте В общем, тогда встаем на намеч И сейчас будем гасить нашего противника Который любезно согласился нам помочь За что я ему очень благодарен И для чего же ее включают? Для того, чтобы видели, с какой силой уносится заряд кванта И также, чтобы доказать, что эта кванта Не просто какая-то другая броня Которую я ночитель или еще что-то такое В общем-то, не знаю почему Но не прогружается у меня эта текстура Я уже менял версии Моды некоторые удалял И уже пытался заменять айдишники и текстуры Ни хрена не получается В общем-то, все равно не прогружается текстура Только видом инвентарей Поэтому я включаю камеру с инвентаря противника И, в общем-то, да Продолжаем таки валить В ускоренном режиме, конечно Ах да Вот еще кину, кстати, одно видео Которое показывает, как долго же Все-таки надо бить кванта без всяких эффектов И по этому видео вы должны понять Насколько же лучше с пивом убивать кванта И поэтому Это будет, наверное, где-то Наверное, на 20-30 секунд дольше И тут ускорение в три раза больше То есть В конце я поставлю результаты по ударам Потому что мне приходилось сидеть Бить, читать, бить, читать, бить, читать И насчитал-то я ой как немало Так что ждите Там где-то, может, секунд 10 осталось еще А может немножко больше Ну а после я покажу вам механизм Который все-таки поможет быстрее Ну как быстрее Поможет все-таки контролировать Сколько же времени прошло С последнего вашего входа в игру Продолжение следует... В лаве мы тоже не говорим, и просто вдумайтесь в это. А вот и механизм, который поможет вам отсчитать 24 реальных часа. Вам понадобится поставить таймер с 3600 секундами внутри, то есть 1 реальный час. После один каунтер, который нужно настроить именно вот таким вот образом, то есть 24.1.1. И подключить их именно вот так, то есть нужно вам будет пободаться с вот этими вот штуками, потому что они должны стоять именно так. Если вы поставите что-то в другую сторону, то оно не будет работать. В общем-то смысл этого механизма в том, что таймер считает час, а эта штука считает 24 круга таймера. И когда вы нажимаете кнопку, это все дело обнуляется. Но когда доходит 24 часа, то эта вот штука дает сигнал на вот эту вот лампу, и в общем-то она загорается. И вы будете знать, прошло ли 24 часа или нет. Но в принципе можно нажать на каунтер и посмотреть, сколько тут будет. Вот это вот значение отвечает за количество часов. Ну что, готовы? А вот и результаты. Так вот, с пивом вышло за 95 ударов. А вот без пива. Я просто охренел, пока считал и уже понимал, что эта цифра будет очень большой, но я не думал, что насколько большой. Вот эта цифра, это 1124 удара. Да, я не знаю, возможно версия такая, возможно еще что-то, но может быть если кто-то будет говорить, что это не так, то можете пересчитать, сколько было ударов. Но там, наверное, невозможно пересчитать, потому что я бы не делал ролик на 17 минут только там, где я валю одного плана. Так что вот, а надеюсь, что это видео вам понравилось и что, что вы подпишитесь. Так, ну вообще-то да, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Кстати, я тут хэппи вилл записываю, так что можете зайти посмотреть, там даже веб-камера есть, ну как бы фотоаппарат, ну ладно. Так что ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok